Дошло до того, что она поймала ласку. Вы вообще представляете себе, что это такое? Спасать этих птенцов, забирать их к себе. У нее болела лапка, она себя очень плохо чувствовала. Вы видите это? Это просто невероятно то, что происходит. В общем, когда питомцы оказались в безопасности, мысль была такая, чтобы за ним вернуться и как-то ему помочь. Вот так близко, вживую, ощущать присутствие такой дикой... Привет, я Энни Мэджик, и со мной тут мои питомцы. И Юмичу, чего ты дрожишь? После того самого эпичного падения света... Он больше не упадет, он больше тебя не напугает. Зачем ты опять лижешь мой нос, покемон? В общем, да, мы немножко пропали, потому что происходит просто какое-то нереальное количество дел, нереальное количество событий. Я даже не представляю, как это все рассказать, но я очень постараюсь. Я решила сегодня снять видео о том, как проходит наше лето. Потому что проходит оно очень эпично, и я думаю, что вы просто офигеете сегодня от всего того, что вы увидите. Ну что, расскажем сегодня ребятам про наших новых питомцев. Поэтому, если вам понравится такой формат, ставьте лайк обязательно. Пишите свои комментарии, я не буду долго тянуть, они появляются вот тут в видео. Подписывайтесь обязательно на канал, когда-нибудь у нас будет 3 миллиона. Ну и приходите там общаться со мной в Телеграм и все такое. В общем, начнем, наверное, с приятного. Короче, ребят, я, как всегда, делюсь с вами всем, что я покупаю. Такая уж у нас сложилась с вами традиция, что я всегда, если что-то для дома приобретаю, то я делаю для вас такой обзор небольшой, потому что вдруг вам тоже захочется. Тем более, это реально очень крутая штука для здоровья. Я недавно решила прикупить какой-нибудь очиститель воздуха. Я перерыла весь интернет и выбрала для себя Acer Pure Cool. Конкретно AS55150W. Ну, модель даже не так важна. Климатические системы Acer Pure в принципе сегодня хороший выбор. И я считаю, что это прям настоящий must-have для городской квартиры, офиса и даже загородного дома, потому что здесь реально много природной пыли. А еще, если у вас есть животные, или, например, вы или ваши дети аллергики. Просто на днях мой терапевт задал мне вопрос. Каким будет твое состояние, Аня, лет в 75? И я жестко задумалась. Экология сейчас, она реально в плохом состоянии, скажем честно. И главное, воздух, которым мы все дышим. Просто какие-то тонны бактерий, а у меня еще и животные дома. Так что вот этот мой Acer Pure, он размером где-то 25 на 25, и высота 85 сантиметров, то есть он небольшой совсем. Мало места занимает, очистит аж 45 метров. По сути, целая квартира. Понятное дело, что все модели Acer Pure способны очистить полностью воздух в помещении от всяких там бактерий, пыли, выхлопных газов, аллергенов и других вредных веществ. Это поэтому реально очень классная штука для тех, кто, как я, там, решил позаботиться о своем здоровье или живет в большом городе, где воздух сейчас очень грязный. Фишка в том, что у них многоступенчатая система фильтров. Простыми словами, короче, сначала он фильтрует всякую крупную пыль, потом частицы шерсти животных и все такое. От них много шерсти, и мы не видим вот эти вот микрочастички, которыми мы дышим, которые попадают в наши легкие. Это вообще не очень история. Потом уже начинает работать четырехслойный хепафильтр, и он убирает как раз невидимые нашему глазу штуки. Химические испарения, пыльцу растений, формальдегиды, никотин, бактерии, даже вирусы. Он еще и делает ионизацию воздуха, но самое крутое, что мне понравилось, это цветовая индикация загрязнения воздуха. Он реально показывает, насколько сейчас воздух здесь чистый. Зеленый – это отличное качество воздуха. Когда горит желтый, это значит, что количество загрязняющих веществ растет. А красный – это прям нужна срочная очистка воздуха. И вот благодаря этим датчикам умный AcerPure, он сам регулирует, насколько ему нужно активно работать и чистить воздух. Понятно, что это можно и вручную делать на пульте специальном, или, как привычно нам с вами, современным людям, прямо в приложении. Там можно настраивать все параметры, управлять им дистанционно. Например, запустить очистку воздуха, пока там едешь с работы. А еще он считывает вот эту информацию с индикаторов и пишет вам, сколько прямо сейчас вредных веществ в вашем воздухе, где он стоит. Большой плюс – это то, что он ест очень мало электричества. И даже на самой высокой скорости очистки. Их, кстати, пять. Есть бесшумный режим. Можно включить ночью и спать спокойно, в тишине. Ну и хорошо, что есть система блокировки, потому что если у вас дети, то они не смогут ничего нажать. А еще реально классная штука, из-за которой я выбрала именно эту модель – это встроенный вентилятор. Он работает аж до 12 метров и крутится во всех направлениях. Получается, как бы разгоняет воздух вокруг себя, чтобы он не застаивался. И в жаркое время вентик – это прям спасение, особенно если у вас нет кондиционера, или вы его, как я, не переносите. У него аж 10 скоростей вращения, так что можно под себя настроить. Кстати, у меня у друзей был такой же Dyson, и я хотела его купить. Потом они ушли из России, вообще сейчас не продаются. Но я сравнила характеристики Acer Pure Cool, и расспрашивала друзей, и поняла, что он просто вообще ни в чем не уступает. Качество очень крутое, а цена получается реально дешевле. С нашей экологией сейчас, с этими аллергиями всякими, вирусами и бактериями, в домах с животными. И особенно, если у вас есть дети, это очень нужная штука. Я, как всегда, для вас в описании оставлю ссылку на Acer Pure. Выбирайте под себя любую модель, которая вам понравится. Но если вы хотите прям такую же, как у меня, с вентилятором, то именно эта модель AS55150W. И вот на нее я раздобыла для вас промокод. Он появится на экране, Magic Family. И он дает вам скидку аж 15% при покупке до 25 июля. Заботьтесь, пожалуйста, о своем здоровье, ребята, потому что сейчас для нас это реально самое главное. Ну что ж, а теперь я расскажу вам, что же происходило все эти дни и как проходит наше лето. Что творит киса Алиса? Как она беспределит? Это капец. Кошки-хищники самые настоящие, особенно, когда они живут за городом, и вы их выпускаете на улицу. А не выпускать на улицу невозможно, потому что она орет и постоянно туда просится. И если ты ее не выпускаешь, она промелькивает между ног вот так вот. Поэтому я решила, что лучше ее выпускать и гулять с ней под контролем. Но это тоже невозможно. Она находит способы свалить с участка все равно. Ну и плюс участок достаточно большой, и ее не всегда можно обнаружить. Короче, она постоянно стала приносить всяких животных. То есть, если когда-то она приносила мышек, потому что она кошка и ловит мышек, она стала ловить все подряд, все, что движется. Например, как Тараса, она поймала крота, это крот. И причем она не сразу убивает свою добычу и приносит ее уже мертвой на крыльцо. Нет, она очень долго играет со своей жертвой. Кто-то скажет, зачем ты это снимаешь, почему ты не спасла кротика и так далее. Поверьте, я спасала достаточное количество животных от киса и лисы. И это просто невозможно. Поэтому, если кто-то меня сейчас обвинит в жестокости, извините. Жизнь такова, что кошки хищники, они охотники. И я не могу ничего с этим поделать. Она даже на лягушек умудряется охотиться. Она пытается поймать лягушек. Она играет даже с лягушками, даже с жабами, с какими-то рептилиями. То есть, не просто с какими-то животными, которых она может съесть, да, ну как бы, как хищник. А один раз она притащила домой ящерицу. Причем она принесла ее уже даже домой. Она не просто на улице с ней играла, она где-то по пути оторвала ей хвост. Точнее, видимо, ящерица отбросила хвост и попыталась от нее убежать, но ей это не удалось. И Алиса принесла ее в зубах прямо домой. У киса и лисы очень много игрушек, кошачьих игрушек, когтеточек и всего. Но нет, ей хочется идти в природу, в живой мир и уничтожать все на своем пути. Дошло до того, что она поймала ласку. Вы вообще представляете себе, что это такое? Это ласка, это большое животное. Некоторые держат ласок дома в виде домашних животных в качестве питомцев. Я не знаю, где она ее взяла, где-то в лесу поймала ее и притащила. И я не проверила в интернете, если вы знаете, напишите в комментариях. Мне кажется, ласка это хищник, и она питается хотя бы как минимум насекомыми, нет? То есть хищник против хищника. Я могу ошибаться. Но в любом случае это не отменяет того факта, что это просто капец как выглядит. Она не просто ее убила, задушила, как делают кошки, да, или как-то там придушила и принесла уже мертвую. Она с ней забавлялась, она с ней играла. Она реально воспринимала ее как игрушку, не просто как жертву, не просто чтобы убить и съесть. Потому что есть ей их не надо. Уж это она дома. Она приходит домой, просит жрать, получает еду, ест. А вот это она все делает просто ради забавы, ради игры. И это капец как выглядит. Для меня, для человека, который не охотится на людей, который не яичник и не охотится на каких-то других животных. Ну, я не охотник. Есть, наверное, люди, которые охотятся, да, и не рыбак. Для меня это выглядит все, конечно же, очень дико. Но я ничего не могу с этим поделать, я могу быть просто наблюдателем. Вот так проходят летние каникулы у кисы Алисы. Она просто ежедневно, ежедневно, изо дня в день находит себе какую-нибудь жертву, которую она уничтожает, с которой она играет, которую она притаскивает домой, которую она мучает, которую она съедает иногда. И с этим ничего поделать нельзя. И запереть ее дома и не выпускать тоже нельзя. Можно было бы эту ласку сделать своим питомцам, но киса Алиса бы ее, наверное, убила. То есть ей бы пришлось жить только в клетке, как хомячкам, потому что многие котики убивают хомячков. И, скорее всего, киса Алиса бы в конце концов ее тоже грохнула. По поводу новых питомцев я еще вам кое-что дальше расскажу. Была даже одна очень грустная история. Как-то раз киса Алиса принесла маленького, очень маленького птенчика, которого она убила. Киса Алиса, она очень контактная кошка, она постоянно, если вот ходишь по двору, она всегда с тобой. Ей интересно все, что ты делаешь, она с тобой прям контактирует. И она повела в место, где эти птенцы жили. Это наш сарайчик деревянный. И там оказалось, какие-то птицы сделали гнездо. И в этом гнезде, в тот момент, когда киса Алиса принесла этого мертвого птенчика, которого она, очевидно, вытащила из этого гнезда, были еще другие птенчики. Но через время оказалось, что она его расхерачила, простите. Она его разрушила, она его разворотила и, видимо, съела всех птенцов. И это просто капец. Я реально не понимаю, что с этим делать. Это не остановить. Это безвыходная ситуация. Она может гулять с тобой, общаться с тобой, ластиться, обниматься, целоваться. И при этом быть вот таким вот реально ката-монстром, который уничтожает все живое, что видит. Кроме, конечно же, соперников, которые ей не по плечу. Например, с собаками она общается с интересом. Причем так получилось, что когда мы с Юмичу уехали, то есть когда киса Алиса осталась с Софи, она стала общаться с Софи намного больше, чем раньше. И как проходят эти взаимоотношения, как они летом просто вот этим коммуницируют, это просто невероятно. Они вместе гуляют, они нюхают друг друга, они явно разговаривают, они общаются. Софи стала меньше Алису гонять. Алиса постоянно пытается с ней играть, то нападает на нее, то прячется и выпрыгивает на нее. То есть она постоянно, как бы они постоянно стали вдвоем находиться. При том, что раньше Алиса, когда у меня было 4 собаки, она просто вот не хотела общаться с собаками. Она, видимо, чувствовала, что она в меньшинстве. То есть у них есть своя стая, они команда. А тут, получается, она такая, мы с тобой один на один, у тебя, ты моя стая, теперь, теперь мы стая. И они как бы вдвоем постоянно находятся. Точно так же, как у Софи, видимо, возникло ощущение потери стаи из-за ухода Эйвана, ее братька, из-за ухода Мишки. Из-за того, что я не взяла ее с собой в путешествие, когда мы с Юмичу ездили, потому что она очень уже не в том возрасте. И так получилось, что они вдвоем реально нашли друг друга, нашли какой-то коннект. И очень прикольно, что они гуляют вместе именно на улице. То есть не просто дома сидят и общаются как-то дома, а именно на улице, в природе, во дворе, в саду. Они такие вдвоем что-то там изучают, лазят. Все, кто смотрит наш канал давно, вы знаете, что Софиша очень просто обожает воду. В том смысле, что не мыться вот в ванне, в раковине, да, и не купаться, прям плавать, но лежать в воде. Это качество у нее появилось еще в Азии, когда мы жили, когда она была щеночком, когда она была молоденькая совсем. От того, когда ей было жарко, она засовывала лапы вот так вот в миску, и я придумала ей ставить какой-то тазик. И с того момента я поняла, что София обожает лежать в воде. И потом, когда мы ездили куда-то на речку, на озеро, на море, она ложилась либо в волны, либо где-то на берегу, чтобы вода немножко ее закрывала. И то же самое она делает сейчас в ручье около пруда или в пруду. То есть она ложится в эту воду такая, кайфует, лежит, ей прям нравится. Такие бабулиные летние будни, потому что мы Софишу уже называем иногда бабуля, потому что она уже старенькая. И действительно, это очень прикольно выглядит, когда она так релаксирует, кайфует такая в водичке. Ну и когда они с киса Алисой там тусуются вокруг этого пруда, гуляют вместе по улице, это вообще очень прикольно. Мне кажется, что это круто, когда у животных есть возможность много времени проводить на свежем воздухе. Ну, про людей и так понятно, но животным это намного интереснее, чем сидеть в квартире. Поэтому, если у вас есть животные, обязательно берите их с собой в походы, в поездки на природу, хотя бы даже в парк погулять. Потому что они кайфуют, потому что это природа, это жизнь, оно все живое, травка, муравка, водичка, птичка. Ну, вы поняли. Новые питомцы. У меня возникла недавно мысль вырастить птенечка. В общем, у нас вокруг забора растет трава. То есть в самом дворе у нас есть газон, мы его стрижем, и, в принципе, во дворе в саду травы вот так вот просто нет стоячей. А за забором вокруг двора есть трава, которую мы периодически косим. Как-то раз мы обнаружили там гнездо. И было непонятно, брошено это гнездо или нет. Потому что очень странно было, что это гнездо лежало очень низко в траве. Это гнездо лежало на земле практически. Может быть, какие-то птицы плетут гнезда вот так вот низко, просто вот в траве. Но мне почему-то, у меня есть мысль, что оно упало с дерева, например. Но тогда бы, наверное, птенцы все разлетелись и упали в разные места. Тогда, наверное, значит, все-таки эта птица сплела это гнездо в траве прямо. И в этом гнезде были маленькие, малюсенькие, миленькие птенчики, которые пищали и кричали. Мне было очень жалко этих птенчиков, и я переживала, а вдруг мама их бросила, и вдруг она к ним не прилетит больше, и они умрут с голоду. Поэтому я ходила, иногда их проверяла. Но я не прикасалась к гнезду, и я знаю такую штуку, что нельзя трогать птенцов, гнездо и так далее. Потому что птица может потом вообще, мама птицы или папа, может не прилететь и просто ничего больше с ними не делать, бросить их. И в какой-то момент я даже увидела птичку маму, которая сидела на этом гнезде. А птенчики такие малюточки, такие маленькие пусечки. Поэтому я в тот момент уже поняла, что мама все-таки их не бросила, и нам не надо спасать этих птенцов, забирать их к себе, выкармливать, выращивать и потом отпускать на волю. Мне не кажется, что эти птенчики успели вырасти. Я думаю, что их кто-то все-таки нашел и съел. Надеюсь, вдруг, вдруг все-таки они очень быстро растут, и они просто уже улетели из гнезда. Но это было слишком короткое количество дней, так что вряд ли, да. Вот такие вот летние каникулы. Случаются и очень печальные истории на летних каникулах. В общем, Софиша наступила на пчелу или осу. В общем, на какое-то насекомое, да, с таким вот жалом, которое ужалило ее в лапку, и жало пришлось вытаскивать и давать Софише сразу антигистамин. В некоторых случаях, если не помогает антиаллергенное лекарство... Почему антиаллергенное? Я не знаю, в курсе вы или нет, что у собаки от укуса пчелы, осы и так далее может произойти очень адский отек, и собака... Некоторые собаки могут даже умереть от этого. Я очень запереживала за Софи, и надо в первую очередь дать антиаллерген, чтобы не случилось вот этого отека. Я дала ей этот антиаллерген, и на всякий случай тоже... Также можно давать дексаметазон, это гормон. Колоть его прямо уколом. У нас были такие случаи, когда приходилось вкалывать дексаметазон животным при укусе. Но в этом случае все обошлось, и Софиша просто как бы подействовала это лекарство, и у нее болела лапка, она себя очень плохо чувствовала. Но потом все прошло, и все было нормально. Фух! Все хорошо. Дико странная история, которая просто у меня вынесла мозг, ребята. Я даже думаю, может быть, сделать об этом отдельное видео, изучив полностью вопрос о том, как собаки слышат звуки. Короче, мы снимали тиктоки. Ну, я хотела сделать видео, повторяю тиктоки. В какой-то момент я решила снять тикток, в котором показывают собаке видео, в котором есть какой-то звук. Там типа написано, покажите это видео собаке, и посмотрите на ее реакцию, как она будет реагировать на этот звук. И все собаки в тиктоке реагируют именно так, на этот звук. Но не это меня удивило. Меня удивило то, что было дальше с Юмичу. Я такого от нее никогда не ожидала. Я такого просто никогда не видела, чтобы Юмичу так делала. Короче, снимаю я вот этот тикток. Естественно, Юмичу реагирует в этом тиктоке так же, как все собаки. Вот так вот делает ушами, не понимая, что это за звук. Но она молчит. То есть она просто смотрит на это и не понимает. Она явно слышит какой-то сигнал. Потому что далеко не все и далеко не всегда собаки реагируют на музыку, на разные звуки. Если вы просто включите музыку, собака может ее просто игнорировать. Она может ее не понимать, не слышать. Но в этом сигнале содержится реально что-то, что привлекает внимание собак. И вот она, мы сняли этот тикток, но что было дальше? Я решила снять реакцию Юмичу на ее же тикток. И вот что происходит. Она начинает подвывать этой музыке. Ты что, певица что ли? Причем, если бы это были прям негативные эмоции, вы помните, когда мы проверяли ультразвук, да? Я включала ультразвук, и собаки просто разбегаются, потому что им неприятен этот звук. Они хотят его избежать, они хотят убежать, спрятаться куда-нибудь. Нет, это не то же самое. Потому что если бы Юмичу было неприятно, она бы хотела уйти. Но она продолжала находиться со мной и слушать этот звук, и подвывать вот так ему, так странно. Просто для меня это было невероятно. Вы видите это? Это просто невероятно то, что происходит. Она никогда так не делала. Юмичу не воет и не поет, но увидев это видео, она начала вести себя вот так. Это был шок для меня видеть такое. Поэтому я решила, что возможно нужно изучить этот вопрос поподробнее, реально понять, что в этом звуке не так, почему собаки на него так реагируют, почему на какие-то другие звуки они не реагируют. Короче, сделать видео, если вам это интересно, поддержите лайком или комментом, плюсиком там в комментариях, потому что мне кажется, это будет очень интересно. Расскажите, как проходят ваши летние каникулы, чего делаете с утра до вечера. Кроме того, как вы сидите в интернете, конечно же, пересматривайте все наши видео. Лично о себе скажу одну вещь. Я наконец-то занялась рисованием, я наконец-то нашла время на то, чтобы читать и заниматься музыкой. Все эти тысячи и тонны черновиков музыкальных, наконец-то я этим занялась. Я надеюсь, что скоро очень я что-то выпущу. Поэтому мои, прямо вот мои фанаты Any Magic, они такие скажут, ууу, наконец-то, Аня, сколько можно уже ждать. Да, так что лето очень активное. Птенчики, которые могли бы стать питомцами, это ерунда, потому что следующее животное, которое появилось в нашей жизни и в жизни моих домашних животных, это просто капец. Увидеть такое вживую, ну, это реально, с одной стороны, интересно, а с другой стороны, крипово. И какой-то там ежик, которого можно встретить у нас на просторах, аисты, которых мы снимали на дрон, который потом утонул и снял мне рыбок под водой. Настоящая, летучая, живая мышь, которая издает невероятные звуки. Капец! А ситуация была такая, уже вечером, киса Алиса услышала явно какой-то звук и привела в итоге к месту, где находился этот летучий мышонок. Сначала он сидел в траве, и было слышно только очень странный звук. Явно не звук мышки, явно не звук насекомого никакого, там, ну, бывают же всякие стрекочущие насекомые. Нет, это был невероятный звук. Звук, который уши не привыкли слышать. Это ультразвук летучей мыши. Короче, эта мышь пыталась взлетать и падала. Я подумала, что если это взрослая летучая мышь, то, скорее всего, она повредила крыло, и ей надо как-то помочь. А если это маленький мышонок, то он, может быть, просто не умеет летать и вывалился откуда-нибудь тоже, как птенчик из гнезда. Мама его бросила, потеряла. Я не знаю, вот они в стаях живут же, летучие мыши, да? Вряд ли они одиночки. Поэтому, скорее всего, он потерялся, он оторвался от своей семьи, от своей стаи. И киса Алиса просто сейчас может его замочить. Но проблема в том, что трогать руками летучих мышей считается нельзя, потому что они одни из самых опаснейших переносчиков разных заболеваний, в том числе бешенства. В общем, когда питомцы оказались в безопасности, мысль была такая, чтобы за ним вернуться и как-то ему помочь. Но его уже не оказалось на том месте, где он был, этой летучей мышки. То ли она улетела, я уже не знаю как, потому что у нее явно были проблемы, и она не могла летать. То ли кто-то ее утащил, я не знаю. В общем, куда-то она делась. Может быть, она, конечно, спряталась просто в какое-то другое место, где было ее не найти, и была уже ночь, и потом просто было невозможно ее обнаружить. А днем ее тоже нигде не было. То есть, она просто куда-то исчезла. Шок этой истории был в том, что вот так близко, вживую, ощущать присутствие такой дикой природы, такого дикого животного, который издает эти звуки, который выглядит очень так странненько, хотя на самом деле даже очень мило, по-моему, да? Это было крипово. Я надеюсь, вам понравилось это безумное видео. Вы поставите лайк, если хотите какую-нибудь неделю влогов или день на летних каникулах, бассейн, купание, прогулки и все такое. Короче, да, ставьте лайк, пишите комментарии, я опять много говорю. Подписывайтесь на канал, увидимся скоро в новых роликах. Нет, покемон нет.